Здравствуйте, уважаемые! А теперь попрошу абсолютной тишины и полного погружения в мир звезд и звездных тайн. Я каждый раз обнаруживаю на небосклоне Астаны новые и уже знакомые звезды. Некоторые звездочки вспыхивают и гаснут, как спичка. А настоящие звезды светят нам долгие-долгие годы. А в эту секунду мы становимся свидетелями знаменательного события. К нам приближается целая группа звезд под названием Ринго. Сколько звезд на звездном небосклоне казахстанской эстрады. Всех не сосчитать и не упомнить. А группа Ринго разгорается с каждым выступлением все ярче и ярче. Но звездные лавры не дают успокоиться музыкантам. И Ринго не перестает удивлять своих поклонников новыми высотами, песнями и проектами. Ребята, вот вы всегда прям на острие. И что все-таки интереснее исполнить? Старое что-то или новое? Ну, на самом деле, наверное, трудно делить на предмет того, что интереснее или менее интереснее. Потому что каждый выход на сцену, он уникальный, он всегда разный. В биртуаре есть такие песни, которые полюбились многим зрителям и так же, как и нам. Которые у нас, ну, как-то у нас отношения особые к ним. Конечно, есть такие вещи, которые мы исполняем всегда. Что помогает найти себя вот в этом творчестве? Кто вас вдохновляет? Какие девушки вас вдохновляют? Блондинки, брюнетки? Особенно, если песня про аул, да? Или про родину? Ну, тогда точно не блондинки, да? Вдохновляет нас какое-то определенное время, периоды нашей жизни, в которых присутствуют какие-то определенные переживания. Мы выживем в этой стране, мы видим, что здесь происходит, какие хорошие вещи, какие, допустим, трудности бывают у народа. Поэтому вот одна из наших последних песен «Круг Бурлеже Рынок», в котором был снят клип, это, да, то есть это вторая часть трилогии, которую мы начали еще в 2011 году, если я ошибаюсь, из песни «Твоу Гау». То есть это, скажем так, обращение к нашему народу, которого мы призываем всегда быть в единстве, потому что мы прошли очень многие века, многие, скажем так, очень сложные моменты, оставаясь в первую очередь целостными, то есть как сплоченными. Ирлан Хокеев, как радушный хозяин в перерывах между выступлениями, развлекал нас раритетом. Вот, к примеру, советский флаг. Стоял в кабинете у первого секретаря аккома партии Караганды Карагандинской области. У Коркина в кабинете вот это повисело. Ну, правильно, мне друзья, да. После Коркина в Кокееву все как положено. На кого вы в своем творчестве равняетесь? Звезд такой мировой? Мировой величины. Да, величины. Ну, вообще, с детства, да, скажем, мы все, наверное, вот, наше поколение, наше время, мы, наверное, все без исключений, да, любили, допустим, такие группы, как Backstreet Boys. Это были, в свое время, это были еще такие группы, как Backstreet Boys. Их мы слушали, у них мы чему-то учились. Ну, и главное то, что в течение стольких лет, многих, они до сих пор существуют, они не распались, они делают что-то новое, они в творческом поиске. Поэтому для нас, наверное, это тоже вдохновление своего рода. И в этом мы тоже хотим на них быть похожи, потому что некоторые уже существуют 20 лет, некоторые 25 лет. А теперь и вы уже вдохновляете новые поколения. Мальчишек и девчонок тоже будете самоположниками своего направления. А сейчас уже срочно надо бежать. Нерлан машет руками, говорит, надо бежать на сцену. Мальчишек и девчонок, говорит, надо бежать на сцену. Ребята, вообще публика Астаны отличается? На самом деле, часто говорят, мы слышим мнение, что южные регионы, они активные, северные, красивые. На самом деле, это неправда, потому что я думаю, что люди, любящие музыку, они всегда будут хорошо реагировать на свои любимые песни. Даже в морозы. Даже в морозы. Тем более, Астана это тоже, как и Алматы сейчас, большой центр. Это, точнее, главный центр нашей страны, где есть представители практически всех регионов, я думаю. Поэтому такой замечательный микс всех регионов с разными темпераментами, но тем не менее, все позитивные, все настроены на, скажем так, на драйв какой-то. И поэтому выступать сегодня было очень легко, приятно. Вот сейчас какие-то новые направления вы ищете, что-то пытаетесь для себя? После вот Тюк-Вижн, да, вы выступали. Часто бываете за рубежу? Ну, как бы, любой творческий человек, наверное, должен постоянно находиться в поиске, так же, как и мы. Мы всегда ищем какие-то новые течения, следим за тенденциями. Ну, опять же, как мы сегодня говорили, мы сами растем, мы развиваемся внутренне, поэтому это не может не отражаться в нашем творчестве. За 10 лет вот вашего творчества, вот, чтобы с особой гордостью вы вспомнили, сказали, мы ринга. Это звучит гордо. Часто бываем за границей, и поэтому нам какие-то заграничные гастроли тоже очень важны, потому что мы хотим показать культуру Казахстана, что она разносторонняя, что она современная, при этом, что мы никогда не забываем свои корни. Поэтому, наверное, нам всегда очень важно, чтобы о нас, о Казахстане говорили хорошо, думали хорошо. И вот, наверное, такие какие-то вылазки наши за границу для нас очень важны. Часто журналисты жалуются на нас, что мы скучные. То есть у нас нету скандалов, у нас есть всегда хорошая репутация. Я бы хотел сказать, как членцы живут из Казахстана, я почувствовал, что вы настоящие. Ну, спасибо вам за правильную оценку. Скучные, я не знаю, что вы. Образовите, сейчас, наверное, время такое, когда все хотят каких-то заголовков, ярких высказываний, на которых можно сделать какие-то рейтинги, привлечь аудиторию, там, каких-то читателей, какие-то интернет-ресурсы, да. Мы такие вещи, к сожалению, не выдаем. Опять же, потому что мы делаем основной упор, как бы это ни было банально и скучно, да, на наше творчество. У нас свои приоритеты в творчестве и в жизни. Вот для тех, кто вас обожает и любит, подскажите, пожалуйста, какие новости ждут в будущем, какие-то граньюзные планы? Ну, нам в этом году исполнилось 10 лет. Планируем большой концерт в Алмате, большой концерт в Астане. Также мы, конечно же, планируем проехаться по нашим регионам с этой же программой. Спасибо большое телезрителям, которые сейчас смотрят этот канал. Всегда оставайтесь на правильной волне, слушайте хорошую музыку. Всегда, чтобы вас окружали только самые лучшие люди. Сами будьте хорошими людьми, чтобы так происходило. От всей души, от группы Ринго! В дискоклубе Ерлана Кукеева всегда весело и звездно. Ждем всех и всегда. Редактор субтитров А.Семкин